Всем привет! Сегодня хочу пересадить наконец-то свою леодора. Вот такая она у меня крупненькая. Этот листик такой был, когда я ее покупала. Орхидейка азиатская. Так, сейчас скажу. В сентябре 19-го была посажена вот в такой грунт. А грунт в основном личуза, а сверху керамзит. Во второй половине как бы горшочек, я так понимаю. Вот, что я вам хочу сказать. Вот у нее два цветоноса, но эти цветоносики это когда я ее покупала. С ними она и была, долго цвела. А у меня она еще ни разу не цвела. Хочу ее пересадить вот с этого личузы. Ну, потому что, во-первых, горшок позеленел. Плюс еще тут ведро, а не горшок. И все-таки личуза, когда ее много, она мне не очень нравится. Она все-таки, как вам сказать, плотновата, мне кажется. Плотно. Хотя к корням орхидеи им все равно, на самом деле, в каком грунте сидеть. Главное, чтобы их никто не залил и не засушил. А так, в принципе, они и в земле расти могут при правильном уходе. Ну, вот мне ничего-то как-то не хочется уже в личузе. Хотя поначалу я что-то визжала от восторга. Посадила. Даже у меня есть еще одна орхидейка полностью сидит в личузе. И она сейчас очень долго цветет. Белая орхидея. Вот. Я ее тоже хочу оттуда вытащить. Там вообще у меня чистая личуза, ни грамма керамзита. Ну, живая, цветет, как говорится, растет. Вот. Так что вот давайте тогда займемся этим лопухом. Вообще, конечно, орхидея. Я когда ее заказывала, я ее очень хотела. Прямо, не знаю, кипятком, можно сказать. Ну, когда получила и вот уже поняла, что она, видите, во-первых, она... Ну, кто, у кого есть Леодора, тот знает. Она, во-первых, растет в один бок все время. Я ее уже выравнивала, выравнивала. Вот она у меня сейчас более-менее, я считаю, что более-менее стоит ровно. Но постоянно вот эти загибы листов, вот так вот она стоит. Хотя свет от лампы падает равномерно. Но все же орхидеи стоят ровно. Рядом с ней стоит, у нее все нормально с листьями. А у этой вот так вечно что-то. Я вот устала уже ее и крутить, и подвязывать. Ну, просто лишний раз будешь трогать, можно сломать. Вот листик. Она очень хрупкая. И вот она растит еще, да, допустим, он тоже какой-то весь. Ну, в общем, я так понимаю, что это недостаток сорта. Или уж достоинство, я не знаю. Но цветы, конечно, шикардосные. И очень ароматные. Поэтому, конечно, может быть и стоит ради этого закрыть на все остальное глаза. Так, ну что. Будем тогда ее вынимать аккуратненько. Цитоносы я сразу не обстригала. Да, я надеялась, что она пустит боковые какие-то отросточки. Может быть. Но этого не случилось. Корни у нас шикарные просто, я бы сказала. Несмотря на то, что мне казалось все-таки, что лечуза плотновата. Но вот она мне внешне не нравится. То, что она зеленеет из-за этого циолита. Это вот эти мелкие частицы в лечузе. Это циолит. И вот что-то там с ними не делай. Понимаешь? Все равно все позеленеет. Поэтому и циофлору я тоже не люблю. Потому что циолит мне не нравится в использовании. Я уж не знаю, как там орхидея от него балдеет или нет. Но когда я один раз посадила, купила тоже, повелась на рекламу. Купила, посадила. Давно это было уже. Когда это появилось. Только этот грунт. И прямо вот прямо это ужас был. Каждый раз поливаешь, все шипит. Как какой-то дым идет. Вот. Жесть вообще. Мне не понравилось. И вот эта спесь, которая постоянно выделяется. У меня там еще, слава богу, сидела орхидейка в горшочке с дырочками. И вот это все время все вытекало. Молоко. Постоянно белое. Ужасно. Впечатление было ужасное. Не знаю. Мне не понравилось. Вот. Ну что. Здесь даже просто... Ну вот один корешок старенький. Вот он тут. Более-менее. Вот тут вот. Чуть-чуть вот здесь высохло. Его отрежу. Здесь сломанный. Парочку стареньких, конечно, отрежу. Попочку вот эту тоже уберу. Вторую. Потому что, ну, старье куда его, господи. Оно все равно сохнет. И все равно со временем, как говорится, все испортится. А так вот прямо, смотрите, все замечательно. Все замечает. Этот старый корень тоже. Так, этот вроде ничего. Ну, тут потому что пол корня пустого, пол нормального. Поэтому я отрезала. Так, этот тоже, видимо, старенький. Вот так она уже тоже не молодая, конечно, но такой у нее длинный. Такой длинной жопки у нее нет. Поэтому так особенно не буду ее стричь. Просто шикарные корни. Просто шикарные. Что сказать? Кстати, хотела сказать спасибо большое всем моим подписчикам, кто меня хвалит бесконечно, восхищает со мной. Спасибо вам огромное. Вот есть люди, которые реально понимают тему, как говорится, просекли тему. Поэтому, конечно, есть, конечно, и такие, которые постоянно там какие-то язвочки отпускают в мою сторону. Ну, я вот хочу им сказать, что, ну, знаете, вот это тем, кто язвочки отпускает. Вот тут, знаете, ну, не нравится вам, не считаете вы, что это неправильное дело. Ну, идите туда, где делают правильно. Могу даже назвать пару каналов, но не буду. Я не такая. Я считаю, что это тоже некрасиво так делать. Ну, в принципе, в принципе, я просто считаю, что, как бы, вот орхидеи, они сами за себя говорят. Вот, вот видите вы эти корни? Если вы люди умные, да, то вы понимаете, что, в принципе, значит, все правильно. Значит, все идеально для нее. Ну, и все тогда, что? Что там сидеть и возмущаться на другом конце? Все, посмотрите, что это вообще золото, а не корни. Год отсидела она. Азиатки, сами знаете, какие приходят, бывают во мху. Пока вытаскиваешь из этого мха половина гнилых корней. Обычно так, да. Даже просто каждый раз так. Особенно, если ты орхидею заказываешь не летом, а вот такие периоды. Весном, осенью. Они там пока едут все. То замерзли, то высохли, то их полили. Вот. И у этой тоже, конечно же, у меня на старом моем канале, который украли, там была посадка этой орхидеи, конечно же. Как я ее и получила. Как я ее из мха вытаскивала, как пересаживала. Все было. Все ушло в небытии. Поэтому, конечно, не сравнить. Вот так можно было сейчас посмотреть то видео, посмотреть это видео и посмотреть, что, как с корнями. Но этого не сделать, к сожалению. Так что... Я ее, наверное, пойду сейчас тоже помою, конечно. Она пыльная просто у меня. А так, в принципе, даже, как говорится, нечего снимать с нее. Ну, намочу корни вот так, чтобы они более эластичные стали. И в новый горшочек мы сейчас с вами посадим ее в чистый керамзит. Так, ну вот. Немножечко смочила корни. Так вот. Оторвала там лишний вот этот вот субстрат мелкий. Вот. Все хорошо. Так. Вот горшочек, думаю, что вот в этот посажу. Сейчас скажу, сколько. 16. Ну, то есть, не самый маленький. Еще есть 12 и 14 размер. Корешочки тут длинноваты. И из-за того, что она все-таки сама такая большая, лопоухая, поэтому в маленьком горшке как-то она и смотреться-то будет. не очень. Поэтому вот такой размерчик я решила взять. Так. Сейчас будем укладывать наши корешульки. Аккуратненько. Которые она успела отрастить. Цветоносы вот думала обрезать, не обрезать. Они такие зеленые, прям сочные. Ну, вообще, уже давно стоят как бы ни о чем не двигаясь. Поэтому я сейчас не обрезала, потому что удобно хвататься как бы за них, когда моешь ее. Так. У меня тут есть крупненький керамзит. Так. Я не дошла до магазина за мелким керамзитом. Так. Вот так лист вам специально оп прячется, чтобы вам не видно было. Немножечко заглублю ее, потому что растут корешочки. Вот тут корешочек есть свежий маленький. Хочу, чтобы сразу в грунт пошел керамзит. Так. надо мне что-то взять. Что-то взять надо, черпать. Горшок у меня большой какой-то тут с керамзитом. Совочек у меня есть. Я просто не знаю, где он. Куда-то я его делала. А вообще есть у меня и совочек, и ложечка. И что так у меня нету. И грабельки даже есть. Вот. Я же еще тот цветовод-любитель. Мне вот даже если не нужны эти причиндалы, но я их все равно покупаю. Зачем? Не знаю. Они у меня валяются, валяются. Потом я не знаю, где они. Ну, пусть будет. Наверное, так насыплю. Сейчас все мимо. все упало. Мурзик напрягся. Мурзюня, ты испугался, что ли, да? У меня все упало. Все упало. надо же вот прям резинкой уже я привязывала. Привязывала резинкой. Нет, не хочет. Она все равно прет в эту сторону лист и все. Такие вот природники там всякие, они же растут вот так все, как веером на одну сторону свисают с деревьев. Это, наверное, из той оперы Леодора наша. Прямо не знаю этот лист. Хочу это самое. Сверху, конечно, положу пин от стекла немножко. Ей тоже, как и всем остальным. Все равно вот на бок она падает. Вот, хоть как ее держи, ровно, наверное, не получится посадить. Я ее тут уже подпираю, подпираю керамзитинами. Но она такая упрямая. Не знаю, отрезать может, рогаете. почки не просыпаются боковые. Так, ну все, пен от стекла, значит. Закроем корешки пен от стекла, который сверху вот тут. придадим красоту посадке. на очереди. на очереди там у меня еще пересадочки есть. не знаю, не знаю, даже сегодня. Но все неплохая погода. Дождь, пасмурно, поэтому можно позаниматься цветочками. попересаживать. Пересаживать есть чего. Ой, кот уже почти сбросил все цветы. осталось у него два цветка. Сегодня утром я проснулась на него, смотрю, думаю, с него что ли начать. Знаю, что многие прямо ждут этой посадки. Да я сама уже хочу его пересадить. Подошла, походила вокруг него, корни его посмотрела, думаю, господи, в какой же горшок я буду его запихивать. Корни просто нереально длинные. Надо было, конечно, не тянуть, надо было раньше все это делать. Ругаю себя. Ну, ладно, попробую, может, получится его не переломать всего. Так, ну, вот. Вот такая у нас с вами очередная красотень. Все корешочки видно. Сегодня не буду поливать, а завтра, наверное, завтра, ну, посмотрю, если они еще будут зеленые, не буду, хотя керамзит у меня сухой. Я думаю, что завтра они уже подсохнут, корешочки. Я также проливом, проливом, проливом и оставлю где-нибудь сантиметр. Тут вообще без вариантов, тут все идеально с корнями. Я думаю, что она адаптируется быстро. Но ошибка сильно не буду заливать, конечно. Все равно оставлю чуть-чуть там и водички. Маленечко совсем. Вот. Ну, все. Эта посадочка закончена. всем спасибо за внимание. Всем пока.